Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня у нас действительно большой гость находится в студии. Это человек, который посетил город Благовещенск в рамках мероприятия, проводимого БГПУ и Институтом Хэйхэйским. Это иностранный член РАН Кавалера Российского Ордена Дружбы, профессор Лейн Линь. Здравствуйте! Здравствуйте! Профессор, ну действительно, вы сюда как почетный гость приехали на мероприятие. Вы в Благовещенске, в России, я знаю, вы очень часто бываете. А в Благовещенске вы помните, сколько раз уже были? Точно не расскажу. Уже часто, да? Может быть, но больше 70 раз я был в Амурской области. Амурская область для меня очень честное место. Я люблю Амурскую область, потому что у меня здесь очень много друзей. Из них есть чиновники, например, Ольга Юргова. Из них есть знаменитые писатели, например, Игорь Икнатенко. Есть и, ну еще, например, Татьяна Петина. У меня много здесь друзей. Ученые, чиновники, пребыватели. Так. Поэтому никогда, я так понимаю, не отказывайтесь, когда приглашают к нам сюда на мероприятие, да? У меня в Китае на родине каждый день насыщенная программа. Каждый день с утра до вечера много, много, еще раз много хлопот. И поэтому, как сказать, я каждый день приезжаю, отказываюсь от приглашения, от просьбы, ну, от приглашения, амурских друзей я никак не могу отказываться. Ну, действительно, много хлопот у вас связано не только с вашим основным местом работы, я так понимаю, да? Вы уже 57 лет работаете преподавателем, профессором русского языка и литературы ЦИЦ Карского университета. Такое постоянство, 57 лет на одном месте. Никогда не бывает скучно. Вы знаете, я просто, я такой человек. Я не курю, даже водки не пью. Ну, вот. Я люблю русскую литературу и русскую курицу. Это началось с детства. Совсем с детства. Потому что, когда я был мальчиком, с нами вместе жили много-много русских омикрадов. Да. И поэтому с детства я уже полюбил русский язык. Вы уже какие-то слова знали? Я помню, когда моя первая учительница по русскому языку, когда она говорила по-русски, вот, слышится очень красиво музыкально, как течет ручье. И с того времени я полюбил русский язык. Вы, как профессор, скажите мне, пожалуйста, ответьте на этот непростой вопрос. Какой язык сложнее все-таки, русский или китайский? Ну, как сказать. Для китайцев китайский язык, это, как сказать, не очень сложно. Не очень сложно. Но для иностранцев, из всех языков мира, китайский язык является самым сложным. Самым сложным. Потому что у китайского языка имеются четыре интонации. Например, фан. 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 Так. И попробуй разберись. Фан. Что значит? Фан. Фан. Это парус. Фан. Фан. Это одно из лекарств. Фан. Против. Фан. Это, как пища. И поэтому четыре интонации для иностранцев очень трудно. С родским языком все проще. Я поняла. Несколько проще. По крайней мере, без тонов мы обходимся. Но учить... А для китайцев, вы знаете, что из русского языка самое трудное? Что? Это именно... Р. А-а-а. Р. Ну, это не только для китайцев. А некоторые говорят по-русски песню. Угу. Они вместо р приносят... Угу. Халашо. А вы где свое р вот это вот научились делать? Кто вам его так поставил? Я с детства уже, как сказать, пришелок. Умели, да? Да. Кто вас действительно поддерживал в этом рвении учить русский язык? Родители поддерживали? То есть надо же было все равно, я так понимаю, несмотря на то, что учились вы в Хайхэском университете. Это было очень интересно. Когда в 45-м году, когда как раз армия воевала на северную сторону Китая, там, однажды, недалеко от нашей квартиры, там, солдаты, как раз мы там отдыхали. Мы, мальчишки, девочки, там, мы там, смотри, смотри, о, такой высокого роста, о, такие глаза, а, и волосы совсем другие. Ну, как-то один солдат тут подозвал меня. Я подошел, он подарил мне книжечку, маленький сборник. Конечно, я не смог читать. И не знал, что это за книга, совсем не знал. Возвившись домой, мама сказала, ну вот, когда ты вырос, если из тебя вырастет большой человек, тогда ты уже сможешь прочитать. А я вспомнил, эта книжечка для меня очень важная, очень важная вещь. А когда я уже попал в студенчество, я помню, это сборник стеотворений Пушкина. Угу, удивительно, с чего началась ваша любовь к русскому языку. Но, тем не менее, сейчас, я знаю, что, кстати, у вас всего два в настоящий момент иностранных члена РАН на весь Китай, да? Вы и, собственно, еще один профессор, да? Я был профессором нескольких вузов. А потом в прошлом году я отказался от... От преподавания, да? Да, от этих профессий, от этих профессий. Потому что у меня каждый день много хлопот. Я был приглашенным профессором Талинского университета иностранных языков. Я был именно профессором особого разряда Чеденского института иностранных языков. Я был профессором Северо-Восточного нефтяного университета, который находится в городе Татсин. Да, сейчас всех этих профессий я отказался. Я сейчас только профессор Северо-Восточного университета. Потому что я еще, ну, как сказать, иностранный член РАН, еще так. Ну, все, недавно, это, как сказать, в прошлом году меня выбрали в 10 ведущихся деятелей гуманитарного обмена Китая и России. И 5 июня этого года мы поедем в Москву на церемонию. На церемонию награждения, да? Ну, с президентом вы уже виделись. Я знаю, что он вам лично орден дружбы вот этот вот надевал, да? А может быть, я на второй раз встречусь с президентом Владимира Владимировича Путина. Если не только, еще, еще мне сказали, что, может, и китайские руководители будут присутствовать. Угу, тоже там, на церемонии. Да, тоже там. Ну, я знаю, что здесь, в Благовещенске, выступая вот сейчас, да, в рамках конференции, вы много уделяли дипломатическим отношениям в своей речи между Россией и Китаем, потому что в этом году вообще у нас юбилейный год, да, 70 лет этим дипломатическим отношениям. И при этом еще, кстати, 30 лет отношений между БГПУ, нашим университетом, и Хайхэйским университетом, да? Насколько вот вы рассматриваете, насколько это важно действительно? Вот так вот... Я так считаю, это в истории культуры Аммиана сейчас уже возник амурско-хайхэйский аффект. Аффект. Потому что их сотрудничество между ними открыло новый этап развития дружбы между Китаем и Россией. А в меме, что амурско-хайхэйский аффект, как сейчас является горячим, великолепным, очень интересно. Это хорошо, это хорошо. Потому что Амурская область дает всем друзьям очень отличный пример. Как нужно дружить, да? Да. Ну, я надеюсь, что этот пример действительно и дальше будет образцово-показательным. Что дружба между нашими странами будет только крепнуть, ну а между регионами она и так, мне кажется, уже есть и замечательно. И вам спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня с гостях был иностранный член РАН, кавалер российского ордена дружбы, профессор Ли Ян Линь. Вы смотрели программу в центре внимания. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова